Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите, встречался с парнем три года, расстались по его инициативе из-за недоверия. Правильно ли я понимаю, что парень не доверял вам? Ну, кто кому не доверял? Но почему-то именно после расставания меня как будто переклинило. Очень скучала по нему и поняла, что он мой самый любимый и родной человек из всех. Ну вот, обратите внимание на то, что поняли вы это только после того, как потеряли его. Это означает, что молодой человек вам в отношениях с ним, молодой человек вам что-то давал. Вы от него что-то получали. И получали от него вы, вероятно, что-то достаточно серьезное, достаточно важное. Важное. Для себя. Вот. Раз, ну, собственно, вы начинаете по человеку скучать. Вот. Я думаю, что ситуация, я думаю, что ситуация выглядит вот так, примерно. Вот. То есть, ну, то есть, ну, мне так, мне так видится этот момент. Эээ, значит, эээ, необходимо эээ, понять эээ, понять вам ээээ, для себя необходимо понять ээээ, чего конкретно вам не хватает. ээээ, в чем конкретно вы нуждаетесь. эээээ, ээээ, 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 эээээ, вы сможете достаточно легко для себя определить что вам нужно все вынуждает почему вам так тяжело почему вы страдаете я полагаю так дальше так хотела попробовать возобновить отношения но ему это не надо что еще живу какой-то надежды надежда это желание что это за желание ведь мы иногда общаемся и встречаемся но понимаю что все это ни к чему не приведет вот уже год не могу начать ни с кем встречаться чувствую себя очень одиноко никому не нужно скажите а зачем вы хотите с кем встречаться ну то есть почему почему вам а откуда это попретность встречаться с кем там вы нуждаетесь в дом чтобы с кем-то встречаться откуда это потребность давайте ее разберем вот давайте постараемся разобрать вашу потребность а с кем-то с кем-то встречаться вот мне кажется это очень важно для вас было бы и потому что опять же судя по всему да вы нуждаетесь в человек да судя по всему вы нуждаетесь в ну в мужчине вот и основной момент заключается в том чтобы понять для вас о какой а нуждаемости идет речь обрадно говоря нуждаемости в чем идет речь вот это очень важно далее чувствовать себя одиноко никому не нужны на мой взгляд здесь речь идет о том что вы относитесь к себе с неким таким пренебрежением с неким таким обеспеченным оцениванием что ли вот э другой вопрос почему почему так другой вопрос э на каком основании происходит вот то что вы себя обвиняете ну обвиняете вот по какой причине вы себя обвиняете э что мотивирует вас э э себя обвинять да вот это очень важный момент по какой причине вы опять же э себя не принимаете ну как бы одиночество это про про это про то что вы не способны э себя принять такой э вот ну такой какой вы есть э и вопрос на мой взгляд э нужно задавать в э таком э э в таком ракурсе что вы в себе не принимаете что вам э некомфортно с э э э самой собой вы говорите я дедусь я никому не нужны ну а себе вы нужны дальше так э хотя были парни которые предлагали начать отношения но как только к этому подходит у меня как будто переворачивается внутри и я не хочу начать ни с кем встречаться ну во первых это сообщение это это предложение оно полностью противоречит тому что вы говорите что вам что никому не нужны и что вас никто не парни предлагают вам э встречаться значит э ценность вы представляете но вопрос в другом на каких основаниях да именно вот именно вот на каких основаниях как вы э выстраиваете отношения с людьми людьми в целом то есть э как это происходит на каких основаниях вы э выстраиваете отношения с парнями да то есть с том и двами например общего с том и двами и ну и допустим вашими вашими же мужчинами а общего вот конкретно я полагаю что это а а то на что нужно обратить внимание вам то есть если вы выстраиваете отношения с мужчинами только на основании вот гендерного взаимодействия только то есть проблема того что вы просто не воспринимаете мужчин как личности и себя как личность вы тоже не воспринимаете по той же причине по той же причине вот то есть нужно сделать упор на то что между вами и мужчинами с которым с которыми вы встречаетесь а общего есть понимаете а для этого необходимо определить круг своих интересов ну образно говоря то что вам нравится то то что вам вот было бы было бы в будущем то чем вам то чем вам нравится заниматься вот дальше не знаю почему это происходит хочу уже не думать о бывшем не видеть надежды не догонять себя ну нужно разобраться с вашими желаниями чтобы понять чего вам не хватает адекватно это реализовать тогда и не будете жить надеждой а что со мной не догонять себя что со мной что-то не догонять а не то так просто вы запрещаете себе хотеть и все не хочется хочется просто идти дома никуда не выходить а ну тут момент так может скорее всего депрессивное состояние у вас вот и дальше вы пишите эм перестаю верить эээ что что меня может и меня может кто-то полюбить Вот, знаете, скажите, пожалуйста, а зачем, вот зачем, чтобы вас, да, кто-то полюбил? То есть, почему вам хочется этого? Почему вам хочется, чтобы вас кто-то полюбил? Вот именно желание, именно желание того, чтобы вас кто-то полюбил, с чем связано? Не связано ли оно с тем, что вы, например, себя сами не любите? Ну, не совсем любите, скажем так. Вот. Это очень важная история. Потому что, если вы пытаетесь, ну, недостаток любви к себе восполнить любовью другого человека, то именно по этой причине у вас не получается выстрелить отношения. Из-за такого вот своего рода эффекта сверхмотивации, которая просто не позволяет вам быть собой в отношениях. Это влияет и на поведение в вашем тоже. Ну, на поведение в отношениях, конечно, влияет. Потому как недоверие, оно, ну, вряд ли оно на пустом месте пропало, да. То есть, скорее всего, есть какие-то вот основания. Почему оно еще? И я так думаю, что эти основания, в этих основаниях приняли участие, ну, в том числе и вы. Вот. Может быть, сами того не желают. Например. Так что, очень желательно, очень желательно разобраться с тем, что вам нужно. с чего вы хотите, да, вот, для чего вам вообще, говоря, нужны отношения и, ну, там, мужчины, да, вот. С какой целью вам это все нужно? Какие желания вы свое удовлетворяете? Какую проблему внутреннюю вы решаете? Вот. Ну, и обратить, и решить, конечно, вопрос, я бы сказал, личной, личной, личной дисгармонии. Вот. Потому что только так вы можете рассчитывать на то, что последующие отношения будут устраиваться более эффективно. И только так вы будете, вы можете рассчитывать на то, что вы сможете жить дальше, сейчас вы этого сделать не можете, но вы сможете жить дальше. Если разберетесь с теми вещами, о которых я сказал. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...